Ты не дорубил до конца. Тут подрезать нужно. Я подрежу. Да, вот это убил. Ты пока остальные руби. Этим летом московские школьники могли почувствовать себя настоящими космонавтами. Подростков учили разводить огонь, ставить палатку, ориентироваться на местности. Выживание в лесу – обязательная часть подготовки космонавтов к полету. Костер зажгли, сверху латных бросили, сразу столб дыма такой, он выше деревьев даже поднимается, тоже издалека видно. В «Звездном городке» завершилась смена молодежного космического лагеря. Стать ближе к космосу ребятам помогли практические занятия в ЦПК. Самое яркое впечатление – от тренажеров. Я жить остался на этих всех тренажерах, потому что испытывать себя, смотреть, как ты можешь переносить эти все трудности, вот та же стыковка со станцией – это довольно-таки такое сложное дело, там с первого раза не получится. Итоги смены подводили в Федеральном космическом агентстве. Вопросы школьников на встречах с космонавтами остаются прежними. Как попасть в отряд космонавтов, какие трудности могут ожидать на орбите и, конечно, про НЛО. Космонавту Александру Лазуткину, летавшему еще на станции «Мир», есть что рассказать ребятам. «Встречали ли вы НЛО? Значит, это интересует, их это интересует, наверное, ну не в первую очередь, но во вторую точно. Потому что им интересна встреча с необычным. И они говорят, ну если мы здесь на Земле, вот тут я живу, где я не видел, но я читал, что летают НЛО, то космонавты должны же их увидеть». Профессия космонавтов — это не только практические навыки, но и глубокие знания. В программе молодежного космического лагеря — посещение ведущих космических предприятий и вузов, где готовят специалистов для ракетно-космической отрасли. «Мы специально создали секцию космическое образование в Координационном научно-техническом совете Роскосмоса, где рассматриваем проекты и школьников, и студентов, которые можно поставить на российском сегменте Международной космической станции». Главная задача молодежного лагеря, который работает в «Звездном» уже второй год — привить ребятам любовь к звездам, которой так не хватает нынешним трагматичным подросткам. И это, судя по всему, организаторам лагеря удается вполне. Конечно, не все станут космонавтами, конструкторами космических кораблей и спутников, однако прикоснуться к мечте и стать ближе к космосу удалось всем, кто провел это лето в «Звездном».